друзья всем привет 3 апреля как видите вчера был дождь а сегодня снег мягкий липкий потому что температура не низкая нам под прошлом видео писали в комментариях люди проживающие в германии во франции а также из европейской части россии что снег у них ну и я в общем понадобился на наш авось русский авось авось пронесет так вот не пронес он что мы сейчас походим по снежку чтобы чистым прийти домой умудряется снег есть этот хитрюга нам еще нужно будет зайти в озоне получить посылочку покажем что там это для собак вот здесь стройка идет строится два дома вот так подниму чтобы видно было дома будут монолитные посмотрим что здесь будет и когда здесь будет по каким ценам может быть нам удастся здесь приобрести жилье вчера посмотрел ради интереса какие цены на недвижимость в севастополе ну конечно же дорого очень дорого плечонка да хрю хрюкает и что темперамент а потом хрюкаешь да ешь снег а потом хрюкаешь это что забыла такая хитрая риса было продолжает есть некуда видите сейчас съест и будет хрюкать но что это забыла такая мальчонка ты что пить захотела что мы будем воду брать значит наверное вот так здесь детская площадка если вам видно подземный паркинг неплохой дом построили мы к сожалению не успели здесь приобрести квартиру было хитрая лиса единственный минус этого места в том что дорога здесь проходит очень рядом прямо под окнами шумновато бывает сейчас машина будет проезжать вы услышите вот и как раз квартира которую мы хотели здесь приобрести они выходили вот с видом на эту дорогу а вот так у нас на дороге уже тает снег и здесь вы видите с крыш капает перед выходом на улицу я помазал лапы воском думаю что все равно защищает хоть как-то вот такие вот лужи стараемся обходить чтоб лапки не совсем были в воде но вот бывают и такие места что не обойти но пойдем по асфальту хотя бы прошмогнем здесь вот так змейками и ходим вот видите проезжая часть машина проезжает сумята вот окна сюда выходит строят потихонечку только какая стоимость жилья будет непонятно пока побежать побежали немного пробежимся да нравится тебе бегать кстати ношу все те же сапоги в общем в межсезонье в них зимой в них мне очень удобно не промокают ноги не скользят по снегу вообще не скользят и ногам очень уютно и тепло в общем зимой в межсезонье хожу если вы увидите меня летом в этих сапогах значит это уже любовь а здесь еще снега много небо все затянуто значит это все надолго по всем было намеревается одно дело сделать вот у меня мешочки не забывайте выбирать своими питомцами совсем не трудно иметь при себе во время прогулок вот какие-то мешочки которые в магазине можно бесплатно взять все бы ничего но проблема с урнами кемера это не севастополь где на каждом шагу урны здесь их не хватает вот я не вижу близлежащую поэтому вот в руках с мешочком вынужден прогуливаться дальше но ничего мы сейчас добежим до мусорки выбросим мусор бульчонок не против я тоже не против в общем добежали мы до ближайшей мусорки выкидываем и пойдем гулять дальше я надеюсь повторно ты не соберешься это делать чтобы нам не возвращаться но мы сейчас пойдем вон в ту сторону где тоже строится дома и там уже по асфальту пойдем до пункта выдачи озон так у нас очередной заказ с озона пришел это дрожжи для собак забота о коже и шерсти даем мы периодически эти витамины где-то ну вот сейчас у взрослых собак мы где-то раз в полгода даем обычно после течки был и когда она одевает шерстку шубку свежую мы начинаем давать эти витаминки ну и заодно воли тоже конечно даем если это щенок растущий то как правило когда месяцев 5-6 у них меняются зубы и там уже на шубку особо не хватает витамин то можно тоже поддал подавать эти витаминки и они хорошо одеваются щенки году опять же смена шубы с щенячей на взрослую тоже полезно подавать дрожжи на бутылочки вся инструкция она подробная все понятно тут каждый разберется какая доза на какой вес питомца ссылочки оставим как всегда внизу под видео мы очень часто вам показываем всевозможные витамины для собак но знаете словил себя на мысли что наверное как и большинство из вас мы про собак помним про себя забываем напишите пожалуйста так оно или нет вы покупаете себе какие-то определенные витамины особенно в межсезонье когда наш организм ослаблен вот лично я не припомню слушайте а руки начали замерзать я зря не взял с собой перчатки понадеялся на небольшие градусы в общем сейчас наверно теплее стало что ли снег стал больше таять конечно я такую погоду оливию не поведу я очень хорошо знаю свою собаку и если вывести ее в такую погоду оливия погуляет буквально первых пять минут потом будет проситься на руки вот и вся прогулка в общем больше вы только ее мы чем она будет гулять вот такой был сегодня выпуск и о чем и ни о чем не понятно для чего записывал да его но не знаю уже есть потребность такая уже привык снимать эту прогулку беру с собой камеру какие-то интересные моменты дома тоже рука тянется заснять большое спасибо всем что смотрели до конца этот выпуск всем добра мира здоровья и всего самого хорошего всем пока пока